Продолжение следует... 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 И тогда, как мы в прошлый раз говорили, понимание состоит в том, что мы сводим его к чему-то уже понятному. Мы говорили о том, что на самом деле этот процесс редукции, он не является таким одноразовым. На самом деле здесь очень много может быть последствующих этапов. На каждом этапе может возникнуть очередное вопрошение. Если мы, например, свели то, что требует понимания, некий предмет, к чему-то нам понятному, и вдруг выяснилось, что нам это не очень понятно, мы ставим вопрос, и редукция продолжается до тех пор, пока мы не сводим его к чему-то, что понятно. То, что понятно, оно уже не подлежит вопрошанию. Не подлежит вопрошанию. Вопрошанию. Оно берется так, как оно есть. Оно просто принимается. И вот это вот, как мы в прошлый раз установили, что то, что понятно, этим понятным оказалась некоторого рода схема. Я сейчас не буду употреблять слово структура, потому что на самом деле можно ограничиться словом схема, потому что схема, она в том числе и является, может быть, и структурой. Потому что мы говорили о том, что мы различали следующие виды схемы или структуры. Мы говорили о логических схемах, схемах, да? Ну, например, какие-то формальные схемы. Формальные схемы, да? Ну, или это явные схемы, которые мы выделили из языка для того, чтобы явно понимать, с чем мы имеем дело. Второе. Это схемы, которые являются некими чертежами или наглядными. Ну, наглядными схемами, нарисованными схемами. Просто напишем наглядные схемы. Некие образы. Образы, представления. Представления. Мы говорили о том, что такие схемы... Если эти схемы характерны для науки, для каких-то, например, математики, физики, философии, то и наглядные схемы характерны для искусства и религии. Ну, и третий вид схемы говорили о том, что вот в языке есть схемы языка. Ну, дело в том, что в некотором отношении... Почему мы отдельно выделяем схему языка? Дело в том, что в некотором отношении логические формальные схемы, они взяты из языка. Потому что слово логика, на самом деле, изначально происходит от слова слова, да, или смысл. То есть, как бы, логические схемы произошли и от языка. И поэтому все схемы, которые являются логическими, можно было бы свести к схему языка. Отличная схема только в том, что схема языка является неосознаваемой. А логические схемы – это осознаваемые схемы. И дело здесь стоит не в том, что осознаваемое и неосознаваемое связаны с тем, что что-то можно осознать, а что кто-то умеет что-то осознавать, а кто-то не умеет. А дело в том, что поскольку язык является, как мы потом обсудим это, является наиболее содержательной схемой, то в силу того, что она лежит как бы в фундаменте всех остальных схем, то мы не можем язык отрефлексировать. Мы эту схему языка не можем отрефлексировать. Мы какие-то моменты этой схемы можем выделить в более абстрактной форме, в виде логических схем, или можем изобразить в виде наглядных схем, но на самом деле нам никогда вот эта схема языка, во всей полнодель, как она присутствует, она нам недоступна. Но мы это будем отдельно разговаривать. То есть на самом деле можно было бы не писать схему языка, если можно было бы ее отрефлектировать. Но приходится ее писать, поскольку вот эта схема языка, она связана с неосознаваемым. Она на самом деле некая схема, которая лежит в основании нашего бытия. Потому что язык – это не просто способ коммуникации. На самом деле язык – это система, которая существенным образом укоренена в мире. Но мы об этом позже остановимся. Итак, вот я примерно обозрел результаты того, что мы получили в прошлый раз. Ну, в связи с тем, что в прошлый раз мы понимание... Мы рассматривали только один аспект понимания, именно понимание объектов или феноменов. Если мы распространяем это определение на все остальные виды предмета, то у нас возникает некая раздвоенность, связанная с тем, что есть понимание текстов и есть понимание объектов, есть понимание феноменов. В чем тут разница? Дело в том, что... Давайте рассмотрим два понимания. Два вида понимания. Понимание связано с существенным различием двух, теперь уже, данных предмета. Первый предмет – это, как у нас были, объекты. Объекты или феномены. Объекты или феномены. Ну, не имеют ложного смысла. И поэтому их понимание есть, на самом деле, раскрытие этого смысла. То есть их понимание... Понимание... Фактически есть предание, предание, раскрытие, крытие, обнаружение, обнаружение смысла. При этом мы не задумываемся о том, какой смысл мы приобретаем. Вот мы не знаем, на самом деле, этот смысл вложен кем-то или нет. Ну, вот, допустим, классическая философия в лице Гигеля считала, что этот смысл вложен абсолютно. То есть он является неким содержанием, представляющим, входящим в содержание абсолютной идеи. Но, если мы как бы отказываемся от такой гипотезы, как существование абсолютного, мы просто в общем говорим, что вот это... Есть некий смысл, мы его просто обнаруживаем, или определяем, или находим, раскрываем. Здесь не возникает никаких проблем, связанных с тем, какой смысл мы раскрываем. Вот некий смысл наших действий по пониманию при переводе предмета в некую схему мы обнаруживаем. Это первое понимание. Второе понимание, когда нам даны некие тексты, тексты, или сообщения, в которых смысл, как предполагается, уже вложен. И если смысл в них вложен, то понимание приобретает некую, еще одну характеристику. Мы должны понять не просто, неважно что, не просто раскрыть, обнаружить какой-либо смысл. В любом тексте, в любом сообщении, какой-нибудь смысл можно найти. А мы должны найти тот смысл, который был вложен. То есть возникает проблема... Проблема истолкования. Поскольку мы должны обнаружить уже вложенный смысл. Мы должны его найти. Найти вложенный смысл. И в связи с этим возникает такая проблема, как проблема герминифтического круга. Она не возникает с объектами и феноменами. Здесь нет никакого герминифтического круга, поскольку заранее, на самом деле, неизвестно, какой смысл объекты и феномены имеют. В зависимости от контекста, в котором объекты и феномены выделяются, мы будем выделять разные смыслы. Если речь идет об искусстве, религии, это будет возникнуть один смысл. Если это будут науки, возникнет другой смысл. Если для одного человека будет нечто значит одно, для другого другого. И здесь никаких проблем не возникает. Потому что нет никакого идентичного, аутентичного смысла. А вот здесь есть некая аутентичность. И она была связана как раз, когда переводили древние тексты, и пытались понять, что же там такое древнее написали, пытались обнаружить их смысл. И проблема этого герминифтического круга связана с тем, что как раз язык, ну, или сообщение, или... Ну, для древних текстов речь это уже нечто давно ушедшее, поэтому древность до нас доходит в виде текстов. Вот этот текст представляет собой некую последовательность, да, некое... некое целое. Целое. Ну, это не только с древними текстами, конечно, я знаю. В принципе, текст представляет некое целое. И мы последовательно... Мы последовательно движемся в чтении этого текста и пытаемся понять его содержание, да. И каждый раз, понимая какую-то часть содержания, часть, мы на самом деле, понимая эту часть как-то по-своему, да, потому что мы же что делаем? Мы берем эту часть и сводим к некому понятному. То, что нам понятно. И фактически может так оказаться, то, что то, к чему мы свели, оно на самом деле неадекватно тому, что в нее вложил некий автор, да. Какой исходный смысл был у этой части. И вот двигаемся так вот по тексту, мы, наконец, доходим до конца текста. Это начало текста. Это конец текста. И обнаруживаем, что в конце текста, с точки зрения конца, начало надо было понимать по-другому. И у нас возникает как бы вот новое понимание. Это было понятно один, а мы как бы сводим его к новому пониманию. Понятно два. И в конце концов, в таком вот таком процессе, в процессе, возможно, бесконечно, потому что всякий раз, когда мы поняли конец, теперь нам надо понять заново начало. Мы опять двигаемся вдоль текста, и читаем, и опять доходим до конца. И, в принципе, ухватываем мы в процессе это чтение целое, или не ухватываем. Дело в том, что, как бы, вот если это некий был текст 1, да, текст 1, а на самом деле, текст 1 ведь тоже не является чем-то закончимым. Он вложен в какие-то тексты 2. Ну, в какое-то даже многообразие текстов. Теперь уже текст 1, текст 2 и так далее. Текст какой-нибудь там N. И теперь тоже самое про проблемы с отношением части целого, то есть с проблемой герметического круга, возникает уже в связи с тем, как мы понимаем, как наше понимание двигается, когда мы читаем различные тексты. В зависимости от того, как мы больше и больше приобретаем некое понимание того, что представляет собой, ну, допустим, древние, если мы считаем древние тексты, древняя культура, в зависимости от этого, мы больше и больше понимаем, как нужно читать тексты, как достигнуть вот некой вот аутентичности, да, аутентичности, которую мы взыскуем. И вот эта вот проблема герметического круга может потом еще больший круг расширить, да, это нужно взять, брать не просто текст, а целиком всю культуру, которая состоит не только из памятников письменных, но и из памятников архитектурных, из памятников археологических и прочих, и прочих, и прочих. В общем, можно расширять бесконечно эти круги, и вот этим занимается, собственно, как бы, вот, должна заниматься историческая наука, там, да, и такая наука есть, она, собственно, есть герметика. Ну, нам эта проблема, она существует, да, она как-то там решается, и решается она путем, как бы, итерации, да, то есть мы каждый раз, как бы, вынуждены стараться задействовать все больше и больше, возможно, возможный контекст, мы должны вот наращивать контекст, вот есть, если мы хотим что-то понять, да, вот, допустим, есть некий текст, да, некий текст, который мы хотим понять. Для того, чтобы его понять, мы его должны поместить в некий контекст, да, вот это контекст. И взять текст как часть этого контекста. И вот чем больше мы, и этот контекст мы должны максимально расширять, для того, чтобы достигнуть, опять же, той же самой над пресловутой аутентичности. И, в принципе, задача эта, конечно, является бесконечной, потому что контекст где-то есть нечто бесконечное. Насколько мы добиваемся аутентичности при прочтении текста? Здесь, опять же, возникает проблема, связанная с тем, когда мы читаем текст, мы понимаем, что? Мы понимаем смысл, который в него автор вложил, или мы понимаем культуру в целом, да, в котором этот текст находится. Потому что каждый автор живет в некое историческое время, в этом историческом времени действует некий дух этого времени, да, и он выражает, любой автор, скажем, Арисутий или Платон, выражает дух времени, в котором они живут. Хотят они того или не хотят, являются ли они философами или не являются, они на самом деле живут в неких стереотипах и штампах, неких общих представлений, да, в некой, можно было бы сказать, схеме языка, да, в некоем мире, в который этот язык погружен, да, и в этом мире то, что они пишут в текстах, является не тем, что часто они лично вкладывают, да, не их авторским замыслом, а часто является тем, что сама культура в их лице вкладывает, да, сама она, как бы, культура в их лице высказывается. Ну, этих проблем касаться не будем, мы просто, как бы, наметили, что вот есть такая проблема, связанная с пониманием текстов, сообщений или речи, в которые уже вложен смысл. Почему вообще такая проблема возникает? Она как раз связана с тем, что язык, язык, ну и формы, в которых он выражается, это тексты, сообщения, речь, языки, есть нечто, что артикулирует себя во времени, во времени. То есть язык не дан нам сразу. Для того, чтобы, вот я сейчас совершаю некое сообщение, то, чтобы меня понять, надо дослушать мое сообщение до конца, да, пройти вместе со мной некий путь времени, да, дойти до конца, и тогда только наступит, возможно, понимание. Как мы в прошлом раз говорили, понимание связано с тем, что мы элиминируем время. Мы сводим объекты, объекты, которые были во времени, во времени. Мы сводим его в пространственное сознание. И вот в этом пространстве сознания, да, различия, которые мы устанавливаем, вот это и есть, собственно, схема, да, схема, это и есть различия, пространственные различия, которые мы устанавливаем, когда редукцируем время. И мы говорили о том, что понимание занимается тем, что прежде всего редуцирует время, и тут получается, что когда мы что-то поняли, и мы редуцировали время, и удерживаем, самое-то главное, результат этой редукции состоит в том, что мы удерживаем сам объект, который мы понимаем, да, вот его схематическое изображение, его схематическое удержание, да, самое главное, что он удерживается сразу, да, что он дан во всей своей сложности, во всем своем различии, дан сразу в неком планшете сознания. Планшет сознания. Мы можем потом эту схему нарисовать, допустим, мы можем ее излагать логически, кому-то передавать с помощью языка и прочее, но самый факт состоит в том, что понимание представляет собой вот такую некую схему, да, про пространство сознания. И тут, если мы опять возвращаемся к языку, то получается, что мы должны теперь вот эту схему пространственную совершить как бы обратный ход. Это вот был ход понимания. А теперь получается какой-то обратный ход, то, что мы назвали в прошлый раз объяснением. Объяснение. И это объяснение, если мы это объяснение совершаем в языке, а это единственный существенный для нас, ну, самый важный для нас коммуникационный канал, то мы опять должны эту схему расположить как-то во времени. И опять же ее артикулировать в некой последовательности. То есть у нас здесь была одновременность, одновременность всех моментов, всех моментов, и значит целостность. Объект у нас был дан сразу, весь целиком, его моменты четко различены, они изображены здесь схематически. И мы должны теперь обратно вернуться к языку и в объяснение обратно артикулировать его в последовательности. Вот эта редукция к последовательности, редукция к времени, на самом деле есть понижение понимания. Почему? Потому что теперь возникает в связи с этим пониманием тот самый пресловутый герметический круг. Для того, чтобы понять меня, когда я высказываю нечто, недостаточно, допустим, только прослушать этот доклад. Надо прослушать еще и другие доклады, понять, как я использую отдельные слова, термины. То есть мы сами себе создаем проблемы, когда возвращаемся к языку и пытаемся в языке что-то объяснить другим. То есть всякий раз объяснение, оно точно так же, как и дешифровка текстов, будет связано с проблемой герметического круга, с проблемой истолкования того, что я говорю. Но только теперь эта проблема будет касаться другого человека, который будет пытаться понять, что же я такое говорю. Поэтому вот здесь существует вот этот недостаток языка. Для того, чтобы этот недостаток языка устранить, в науке как раз и придумали вот эти вот схемы логические, да? И не просто логические схемы, а формальные системы. Формальные системы. Формальные логические системы. Во-первых, они как бы устраняют тот недостаток, во-первых, они устраняют тот недостаток языка, что все-таки схема языка. Схема языка. Языка. Естественного. Неосознаваемо. А формальные логические системы, там каждый шаг осознан, каждый шаг четко определен. Во-вторых, определены все термины, а в языке у нас термины гуляют, да? То есть разные люди употребляют разные слова в разном значении. То есть строгие термины. Термены. И третье. В принципе, как бы схемы, вот эти формальные языка можно дать, не обязательно дать в последовательность, можно дать сразу. То есть можно дать, дать в виде схем. Но это не всегда удается. И поэтому последнее, конечно, формальные логические системы тоже часто становятся формальными языками. И опять возникает проблема с этими формальными языками. И в формальном языке, опять же, есть нечто, что дано во времени, да? В том смысле, что мы должны для того, чтобы понять, в чем состоит формальный язык, мы должны пройти некий путь от аксиом, да? К теоремам. И это проделать мы должны во времени. Мы не можем сразу понять, о чем идет речь. Ну, и поэтому в формальных языках, в конце концов, в некоторых схемах уже, опять же, становятся неосознаваемы. Некоторые схемы неосознаваемы. Ну, мы все знаем, допустим, такая существует проблема в современной науке. И вот после того, как физика и другие науки стали успешно применять математику, теперь часто в физике не очень понятно, собственно, в чем состоит рассуждение. Да, в чем состоит схема с того, что физика пытается изобразить как знание. Почему? Потому что той схемой, на которую опирается физик, является схемой формального, некого формального языка математики. Ну, допустим, вот, особенно от наглядных, там, таких вот, последних теорий, типа, там, теории поля, там, теории, там, кулата и релятивистской физики. То есть, в них, как бы, уже наблюдается некая формализация, которая достигла такой степени, что там уже непонятно, что мы понимаем. То есть, мы уже доверяем просто языку, что язык там что-то сам понимает. И мы просто принимаем этот язык, да, и считаем, что он в своей логике обоснованный, и что он не может нас привести к некоторой ошибке. Мы просто доверяем языку. Давайте еще обратимся к такой проблеме, которая связана с отношением понимания и познания. Дело в том, что, так как я в прошлый раз объяснял, что такое понимание, может было бы предположить, что, собственно, этот же путь проделывает познание. Познание, что делает познание? Он также берет некий объект, да, и редуцирует его к какому-то знанию. И в этом движении, как бы, мы видим, что она повторяет движение, которое мы назвали движением понимания. Дело в том, что, действительно, процесс познания входит в составную частью понимания. Для того, чтобы это показать, лучше всего обратиться к философии Канта, да. Вот у философии Канта объекты, данные созерцания, они не являются еще знанием сами по себе, да, как бы, сами по себе созерцания этих объектов не представляют знания. Для того, чтобы они стали знанием, их необходимо с помощью некоторых схем привести к понятиям. И только в рассудке, и только в рассудке, как бы, вот, синтез то, что дано в созерцании, и то, что дано в рассудке, в схематизме рассудка, образует знание. То есть, получается, что вот у нас есть объекты созерцания. Объекты созерцания. Сейчас мы рассмотрим то, как представлял себе Канта, в чем состоит познание. Объекты созерцания. С помощью способностей суждения они сводятся к некоторой трансцендентальной схеме. Трансцендентальная схема способностей суждения. С помощью этой трансцендентальной схемы накладываются на объекты созерцания, на феномены, на явления, на явления, лучше говорить на явления, на явления накладываются понятия, понятия, категории, категории рассудка. И путем такой применения трансцендентальной схемы, которая базируется на некой еще одной способности суждения, Канты называл вот это вот знание, которое образуется, когда мы понятия проекцируем на область созерцания, с помощью трансцендентальной схемы, то, что образуется, Канты называл, собственно, знанием. И вот здесь есть замечательная особенность, что мы понятия переводим, накладываем на созерцание с помощью способности суждения. Так вот, эта способность суждения и связана с тем, что я назвал пониманием. Собственно, вот она наша схема, мы говорили о том, что объекты редуцируются схемой, но движения на самом деле, между ними, скорее, между ними присутствует не просто движение, между ними существует связь. Есть некая трансцендентальная схема. Вот эта трансцендентальная схема, она проецируется на феномены, на явления. И потом, благодаря тому, что этот трансцендентский схема был наложен на явление, мы можем по поводу нашего явления феномена уже высказываться в понятиях или категориях. То есть образовывать некие суждения, которые составляют то, что мы называем знанием. Вот способность суждения. Кант еще следует добавить, что он говорил о том, что именно способность суждения является та... Ну, это можно прочитать в критике вещества разное. Способность суждения является той способностью, о которой говорят как ободаренности или как о способности ума. Да, ей можно до какой-то степени научиться, но в основном она как бы является некой способностью, с которой мы рождаемся. Способность суждения как раз и есть то, что я называл пониманием. Да, вот она. То есть понимание входит в процесс познания. Теперь мы это установили. Просто Канковская схема является наглядной и простой для того, чтобы это понять. Получается, что в любом процессе познания присутствует понимание как составная часть этого процесса. Ну, теперь у нас все готово для того, чтобы понять, в чем состоит суть собственной схемы. Мы говорили о том, что есть три вида схемы. Схема логическая, схема наглядная и схема языка. На самом деле, во всех этих трех видах можно увидеть определенную в роду общность. И эту обществу можно, давайте эту обществу попытаемся высказать в виде каких-то тезисов. Что такое схема? Прежде всего, бросаются глаза, и в прошлый раз я на это внимание особо заострял, что в схеме есть нечто пространственное. Нечто пространственное. Это первое. Редуцируется время, прежде всего, и самое главное, редуцируется время. Почему нужно не брать... Почему схема обязательно нечто пространственное? Потому что только в нечто пространственном предмет нам дан. Предмет дан. Как целостность. Как целостность. В едином взгляде. В едином взгляде. То есть, когда мы говорили об времени, то время, во-первых, требует некоторой последовательности. И мы на самом деле исследуем объект. Если объект находится во времени, мы его исследуем только как последовательное состояние во времени. Это во-первых. А во-вторых, время есть некая несвободная. Исследование объекта во времени есть некая несвободная процедура. Мы не можем этим объектом оперировать. Если объект дан во времени, то мы вынуждены наблюдать его буквально в том, как он присутствует в реальности. Это не очень удобно. Ведь мы хотели бы строить на основе того, что мы получаем в виде схемы, мы хотели бы построить, допустим, какие-то теории. Мы хотели бы под понимание двинуться дальше. Мы хотели бы это понимание использовать. То есть, во-первых, предмет дан как целостность. А во-вторых, и благодаря этому можно оперировать. И можно оперировать. То есть, здесь возникает такая вещь, как символизация. Это первое. Второе. Схема не является ложной или истиной. Не ложь и не истина. Почему? Ну, потому что на самом деле, когда я показывал о том, как мы получаем знания, то схема в этой процедуре, она просто являлась чем-то посредствующим. Являлась каким-то общим основанием, каким образом созерцание и понятие рассудка приводится к некой единой основании. То есть, благодаря схеме мы можем применить наш рассудок для того, чтобы понять объекты, которые находятся в созерцании. То есть, понять явление. И поэтому сама по себе схема, она не является не ложной или истиной. Ложной или истиной может быть знанием. Знанием мы можем, высказания, которые получены в результате использования схемы, мы можем потом, построив из них теорию, мы можем потом проверить, является ли эта теория ложной или истиной. И является ли высказание ложной или истиной. Сама по себе схема, это просто некий способ, каким образом мы транслируем различия, которые наблюдаются в самом предмете, в различия, которые у нас потом образуются в знании. И здесь очень важно заметить, что есть очень важная закономерность. Лучше даже можно сказать закон. Закон схематического различия. Закон схематического различия гласит следующим образом. Дело в том, что если в нашей схеме что-то различено, и мы считаем, что это непроизвольная схема, существенная схема, то есть некая схема, полученная в результате процедуры схематизации, пока мы это не обсуждаем, но если мы говорим о том, что схема не является выдуманной, что схема является некоторой существенной схемой, то всякое различие внутри схемы, различие есть на самом деле, соответствует различие в самой реальности. Вот здесь у нас какая-то реальность. И различие, которое мы наблюдаем в схеме, соответствует различию тому, которое оно есть в реальности. Иначе говоря, схема есть не что иное, как транслирование различия. Транслирование различия. И вообще схема, почему вообще нужна схема? Потому что вот дан, допустим, некоторый предмет. И в этом предмете мы наблюдаем многообразные различия. И для того, чтобы эти различия не потерять, да, путем некой редукции к знанию, мы должны их удержать. Как их можно удержать? Их можно удержать только с помощью схемы. Допустим, у нас вот есть некая существенная схема, которую мы накладываем на предмет. И эта схема прежде всего обнаруживает в том, что подлежит пониманию, то, что в предмете, обнаруживает некие различия. И вот это вот различия, они транслируются. Это первая часть закона схематического развлечения. У этого закона есть еще и вторая часть. Давайте тут стерем все-таки. Да, места мало. Вторая часть состоит в том, это первая часть, что если у нас в схеме есть какой-то узел, какое-то тождество, то совсем не обязательно, что в реальности оно будет так же тождеством. Вполне может быть, что некоторые различия у нас редуцированы в тождестве. Да, то есть вот это вот различие, которое есть в реальности, мы редуцируем к некому одному. Мы просто, схема просто этого различия не видеть, надо уж так говорить. Она настолько как бы груба, допустим, какая-то простая схема, допустим, как субъектогректная схема в классической философии. Она каких-то вещей, допустим, бессознательно, она просто не видит. Вот это вторая часть этого закона схематического различения. Иначе говоря, первая часть состоит в том, что если в схеме что-то различено, то оно различено в реальности, и поэтому в схеме есть не что иное, как трансляция различия. А вторая часть состоит в том, что совсем не обязательно, что схема может ухватить все различие, потому что мир представляет собой бесконечное различие, да, бесконечное различие. А схема редуцирует какое-то конечное различие, ну, как любое знание. Всякая схема является какой-то абстракцией. Какой бы уровень она ни была, она все равно является некоторым берет конечное число, конечное число различений. И поэтому, естественным образом, какие-то различия просто не рассматриваются, либо они вообще не попадают в схему, то есть, некоторые различия вообще вне схемы, да, вот их просто, схема их просто не видит. Мы накладываем схему, и просто их не видит, эти различия. Они есть, реальность, она богаче, чем любая схема. Схема, а какие-то различия схемам сводит, как бы, вот, к никому тожеству. И вот есть такой закон, схематического различения. Именно поэтому, как бы, когда мы говорим о схеме, когда мы говорим о схеме, то возникает вот третье свойство схемы, состоящее в том, что схемы различаются своей разрешающей способностью. Схемы различаются разрешающей способностью. Что такое разрешающая способность? Ну, здесь мы, можно так бы привести пример. Вот, допустим, у нас есть сеть, которую рыбаки и рыбу говорят. Если ячейки этой сети будут очень большие, то, как бы, маленькая ребёшка, она через эти ячейки проскальзывает, и сеть может поймать только крупную рыбу. А если мы берём сеть более мелкую, то мы уже можем поймать какие-то и мелкие ребёшки. А если уж совсем мелкую возьмём, то мы всю рыбу, какая есть, поймаем. И вот если на основании этой метафоры рыбу рассматривать как уловление никаких реальных различий, а под схемой понимать нашу схему, схему понимания, то вот разрешающая способность схемы, она как раз и состоит в том, чем более схема подробна, чем больше она внутри себя имеет различий, тем она может больше ухватить различий в самой реальности. Собственно, схема вообще для того и предназначается, чтобы ухватывать различия в самой реальности. И самое главное это удержать различия. Но дело не в том, что надо удержать различия, а дело в том, что мы их не можем придумать. Потому что эти различия, они есть. И, как я говорил, согласно закону схематического различения, все наши различия, которые существенно схематизируются, они на самом деле оказываются удержанными. Другое дело, что когда мы эту схему удерживаем уже, когда мы все различия с помощью схемы видим, мы как бы схему накладываем на мир. Вот мир представляет собой какое-то нерачлененное многообразие. Ищлененное многообразие. Это мир. И мы этот мир не просто смотрим какими-то детскими глазами, а мы на самом деле всегда смотрим на него какими глазами какой-то схемы. Мы уже накладываем, даже в самом процессе ежедневной нашей деятельности, мы уже накладываем на мир какую-то схему. Мы уже живем в схематическом мире. И вот этот схематический мир позволяет нам выхватывать из этого мира то, что нам для нашей жизнедеятельности существенно. Но это касается не только, конечно же, познания, это касается обыкновенной повседневной жизни. И мы видим, что важно, что неважно, и вот что существенно, что нечистое, на что внимание обращать, а на что нет. И вот эта схема нам позволяет как бы осуществлять в нашей жизни процессы и жизнедеятельность. Но можно у кого-то эта схема более плотная, у кого-то на менее плотная. В любом случае Схема позволяет нам понимать мир, присваивать этот мир в наиболее подробном, скажем так, в существенной своей форме. Тут еще следует сказать, что различные схемы, допустим, у нас есть схема 1 и схема 2. И если мы говорим о том, что разрешающая способность схемы 2 больше схемы 1, то тут действует закон обратного соотношения содержания понятия и его объема. Потому что схема представляет собой нечто, что можно понять по аналогии с тем, как понимается понятие. Что такое понятие? Так вот, чем подробнее схема, тем больше ее разрешающая способность. Подробнее, разрешающая способность больше. Больше разрешающая способность. Способность. А это абстрактная схема, более абстрактная. Чем более абстрактная схема, тем ее разрешающая способность меньше. Получается, что более подробные схемы, которые забилуют деталями, имеют больше всего разрешающие способности и они наиболее конкретные А более абстрактные схемы имеют менее разрешающие способности и они являются менее точными И именно поэтому из схем можно выстроить некую иерархию И самое любопытное, в этой иерархии самой подробной схемой будет та схема, которая лежит в естественном языке Самая подробная схема Самая подробная Это схема языка Естественного Почему? Дело в том, что язык, как я говорил, он укоренен самой реальности Я когда-то уже на других докладах и на семинарах говорил о том, что язык представляет собой такую двухслойную структуру Точно так же, как и мир представляет собой двухслойную структуру Мир представляет собой, с одной стороны, то, что созерцается Это мир Это язык То, что созерцается, воспринимается А с другой стороны, то, что мыслится То есть мир, смысл И точно так же язык Язык представляет собой некий мир знаков сначала, с одной стороны Тело знаков Но оно выстроено как некий В виде некой, на самом деле, сетки Сетки Многосложные И эта сетка, на самом деле, второй слой состоит в том, что в этом слое находится смысл И здесь точно так же получается, что у нас есть две способности Одна способность восприятия Вот этот субъект Она способность восприятия Другая способность мышления И эта двухслойность удерживается следующим образом Восприятие созерцает Объекты и феномены А мышление удерживает Из-за этого феномены смыслы и мысли Точно так же и здесь Мышление удерживает смысл И эти смыслы, на самом деле, существуют благодаря тому, что мы постоянно считываем знаки Мы постоянно находимся в восприятии, постоянно удерживаем знаки Там оно слышит речи И эта речь, на самом деле, преобразуется У нас с этой речью, связанной с некой мыслью Вот эти вот структуры языка и структуры мира Они подобны Именно благодаря этому язык является той Самой богатой схемой Поскольку в идеальном варианте Хотя такого идеального варианта не существует Вот эти две структуры Потусторонние Потусторонние знаков и потусторонние объектов созерцания или явлений Это на самом деле является одной и той же структурой Но это в идеальном варианте Конечно же, на самом деле, языки обособились И уже вот сфера смысла там уже перестала напрямую Перестала напрямую связываться с сферой смысла, которая наблюдается в реальности То есть это благодаря тому, что на самом деле язык приобрел некое уже самостоятельное значение То есть вот эти смыслы, которые образуются в языке Они уже независимо от того Соотносятся как-то эти смыслы с реальным миром или нет Да, тут я еще хотел заметить, что когда я всегда говорю слово потусторонние Не надо это понимать в каком-то там богословском, я не знаю, или там мистическом смысле Потусторонние в буквальном смысле означает, это как бы обычный термин для Гегеля То, что по ту сторону Вот у нас есть некая граница Вот, например, мы видим некий текст Потусторонним этого текста не является другой текст Потусторонним этого текста является нечто, что в принципе Что находится как бы по ту сторону этого текста В смысле доступно нам с помощью другой способности То есть, что нам доступно как трансцендентно этого текста Когда мы считаем текст, что значит трансцендировать этот текст? Это означает просто понять его смысл Да, вот это и означает потусторонний Всякий раз, когда я говорил о потустороннем Я всегда имею в виду, что потустороннее означает как бы по ту сторону границ Да, вот есть созерцание Какие могут быть по ту сторону границ созерцания? Весь мир, в принципе, как бы находится в возможности его созерцания и восприятия Потусторонним являются некие смыслы мыслей Потому что мысли мы не наблюдаем, да, мы их не можем созерцать и воспринимать И это воспринимать через органы чувств Мысли мы только мысли И как бы они составляют вот то потустороннее в созерцании и восприятии Что мы, то потустороннее в явлении Что не дано непосредственно в самом явлении А что как бы дано только благодаря тому, что мы связываемся с этим Некую еще новую, другую сферу Которая находится, как я и говорю, как бы в потустороннем Это просто способ говорения Именно потому, что вот язык устроен таким образом Именно потому, что язык изначально вот связан так с миром Он представляет собой наиболее подробную схему Именно потому, кстати, его и невозможно отрефлектировать Потому что, поскольку мир представляет собой бесконечное разнообразие Бесконечное богатство, да, и мы не можем эту схему языка отрефлектировать Просто потому, что эта схема языка опирается на схему мира То есть схема языка, схема естественной языка, она опирается на схему мира, если так можно выразиться. А я говорил о том, на самом деле, неизвестно, существует ли эта схема или нет. Например, Гейгель считал, что эта схема представляет собой абсолютную идею. Ну, он верил в то, что существует Бог и прочее, и прочее. На самом деле, если мы держимся в общей некой позиции и не приносим сюда никаких посторонних предположений, то мы должны сказать, что нам схема мира неизвестна, и, вероятно, мы когда-то ее сможем отрефлектировать. Именно поэтому мы не можем отрефлектировать и схему языка, и схему естественного языка. И поэтому для нас наиболее самой подробной схемой является схема языка. И теперь, опираясь на эту схему, возникают последующие различные схемы. Например, различного рода формальные. Формальные языки. Ну, или просто схемы. Формальные схемы. Логические схемы. Эти схемы образовались, они вышлены из схемы языка. Они являются более абстрактными. И поэтому это более абстрактные. Ну, и поэтому менее подробные. Они в своей цепликации существенным образом опираются на схему естественного языка. Вообще формальную систему вообще невозможно вести, если не опираться на естественный язык. И они представляют собой просто необходимость науки. Науки для того, чтобы вводить некие более определенные и строгие термины. Для того, чтобы вводить некие ясные, не какие-то там схемы неясные. В этом языке, естественном языке, схемы неясна. Как я говорил, невозможно отрефлектировать. А нужно ввести какую-то отрефлектированную схему, ясную, чтобы ее можно было как-то изобразить. Какую-то простую схему. Чтобы с этой схемой можно было как-то работать. Ну, дальше этот процесс формализации и все более объединения схемы, в принципе, может длиться до какого-то там предела. Какие-то там есть уже совершенно абстрактные схемы. Допустим, схема, которая существует в классической философии. То есть, субъект-объектная схема – это одна из суперабстрактных схем. Потому что здесь как бы все разнообразие мира, она сведена вообще в дилемме субъект или объект. И как бы их соотношение. То есть, философия, как раньше любили говорить, представляет собой науковое, наиболее общих понятиях и категориях, бытия, человеку, общество и прочее. То есть, в собственной философии является наиболее абстрактной схемой. Вот все эти схемы вложены друг в друга, начиная с абстрактной схемы. Абстрактная схема, являясь как бы наиболее бедной схемой, она на самом деле легко обнаруживается в любой предыдущей схеме. Именно поэтому, стоя на позициях с наиболее абстрактной схемой, например, субъект-объектного различия, мы усматриваем, и мы можем усмотреть эту схему везде. Она потому что лежит в основании всех схем. Фактически речь идет о том, что вот здесь была какая-то более детализированная схема. Она свелась как бы вот в такой схеме, менее детализированной. И в итоге, в процессе дальнейшей абстрактной схемы, она вообще свелась как бы вот в такой схеме, в таком графу. И все. Вот это идет процесс редукции подробностей, да, зато приобретает все большую применимость. Вот схема субъект-объектного различия наиболее применима. Ну и в этом наблюдается вот некая эволюция схем, да, схема, схема, все схемы появляются из естественного языка. Ну и даже вот название логика, да, вот здесь же находятся логики. Даже слово логика, оно вообще говорит о том, что оно возникло из языка. Здесь, ну и как бы в конце концов приобретает совершенно вот какой-то простой вид, да, простого графа, да, где существует только два различия, субъект и объект. Вот некуда, уже дальше идти просто некуда. Дальше уже только можно в точку редуцироваться. Ну и в принципе это делала античная философия, да, все сводила к единому. Ну теперь остановимся, в прошлый раз я формулировал, некую обратную задачу, да, вот у нас была прямая задача, нам нужно было что-то понять, и мы редуцировали это, то, что требовалось понимания, к схеме. Схема уже представляет собой нечто понятное, как я говорил, хотя мы и тут разговаривали о том, что возможно много опосредованного, но мы сводили к чему-то понятному. Схема является собой нечто понятное, она не представляет собой ни истину, ни ложь, она просто перенимается и считается, как бы, она больше не обсуждается, насчет схемы не вопрошает. Схема представляет собой некую самокупность различий, которую ухватывают из того, что требуется для понимания, и потом с помощью этих различий, собственно, добывается знание, да, потом эта система различий накладывается на реальность, и с помощью этой системы различий в этой образуются какие-то высказывания, которые составляют содержание знаний. Ну, иногда есть необходимость, как бы, снять схему. Обратная задача. Ну, вот, например, такая задача стоит часто в политике, да, когда какой-нибудь норовитый и хитрый политик создаёт некую дилемму или-или и утверждает, что если вы не последуете за мной, то вы проиграете, да. Это, как бы, вот эта схема, ну, я имею в виду, какую-то элементарную схему, да, и людям навязывается, что, как будто бы, нет никаких других вариантов. И, 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 дурманиной этой схемы люди, как бы, вот, совершают какие-то действия. Ну, вот, это частный пример схемы, которую бы надо уметь снимать. Ну, такие простейшие схемы, где или-или снимать, наверное, просто, а вот представим себе, что у нас существует достаточно разветвлённая схема, достаточно разветвлённая схема, и мы должны её снять. Ведь на самом деле, ведь её даже если трудно увидеть, схема, каким-то образом мы смотрим на мир с помощью нашей схемы, и каким образом мы сможем отличить сам мир от этой схемы, это не так очевидно. Есть единственный способ, это вот схема один, мы на неё смотрим на мир. Единственный способ отрефлектировать эту схему, взять схему большей разрешающей способности. Вот если мы берём схему большей разрешающей способности, да, я как говорил, что такой схемой, которая имеет большую разрешающую способность, является язык. Если мы берём схему, лучше всего, конечно, если это будет не язык. Почему? Потому что языке всё-таки схема, она не является осознаваемой, да. То есть она, конечно, большей разрешающей способности, а сможем ли мы с помощью схемы языка чего-то понять? Не всегда это возможно. Поэтому если мы берём какую-то осознаваемую схему большей разрешающей способности, это схема S1, это схема S2, и давайте, что S1 разрешающая способность, разрешающая способность S1 меньше, чем разрешающая способность S2. И вот когда мы берем схему большей части способств, мы можем эту схему перевести сюда, согласно трансляции различий. Мы транслируем различия. Различия. И мы тогда видим, если эта схема полностью легла уже внутрь схемы 2, которая имеет большую часть способств, мы видим на самом деле, можем увидеть, скажем так. В чем состоит ее недостатки? Мы можем увидеть те проблемы, которые надо задать этой схеме, которые вот эта схема скрывает. И если мы умудряемся сделать такую операцию, то на самом деле мы тем самым можем отрефлектировать эту схему и можем ее снять. Можем ее снять. Ну, это некая идеальная ситуация, но в реальности схема снимается не таким образом. Вот для этого можно посмотреть, какие проблемы связаны со снятием схем. Вот, допустим, как развивается история науки. Дело в том, что переход классических представлений по склассическим он не совершил пусть путем как бы рационального движения. Не получилось так, чтобы накопили некие знания, которые опровергли классические представления, допустим, физики. На самом деле, как показали Томас Кун и Лакаташ, смена парадигмы или смена научно-исследовательских программ, в другой терминологии, происходит часто на основании вне научных критерий. То есть, парадигма, да, хотел, надо заметить, что парадигма, это не знание. Парадигма – это схема. Это схема, которая отличается следующими характеристиками. Она является всеобщей для определенной отрасли знания, ну, какой-то дисциплины, да. Она является всеобщей, в смысле, общепринятой. Общепринятой. Она, ну, как и любая схема, не ставится под вопрос, не вопрошается. Вопрошается. И часто ее даже, на самом деле, не отслеживают, не рефлектируют. Не рефлектируется. И вот сейчас движение, историческое движение науки часто происходит так, что одна парадигма, парадигма классической, классической физики, скажем, сменяется другой парадигмой, парадигма релятивистских и квантовых представлений. И квантовых представлений. И вот смена этой есть просто смена схем. Теперь нам понятно, почему верно утверждение о том, что парадигма не критикуется со стороны опыта или со стороны рациональных построений. Да потому что это просто схема. Схема, она не является ни ложной, ни истиной. Парадигма не может быть ложной, ни истиной. Парадигма – это есть некая совокупность различий. Да, вот она, эти различия представлены, вот, можно представить, или какой-то сетки. Это есть то, что как бы не вопрошается, то, что представляет собой для всех некой всеобщей схемой, с помощью которой, как бы, которую накладывают на мир и с помощью которой смотрят. Ну, давайте, например, проследим смену парадигм классической, постклассической философии. В чем состояла парадигма классической философии? Как я уже указывал, парадигма классической философии состояла в том, что все рассматривалось с позиции субъекта объектного отношения. То есть, вот, схема субъект-объект – это классическая схема. Это первая характеристика этой схемы. И вторая характеристика состояла в том, что знание – есть нечто всеобщее. Иначе говоря, классическая парадигма исследовала вопрос, что представляет собой знание с позиции различения субъекта и объекта, да, и их соотношения. Ну, вот так примерно можно выразить классическую парадигму и переход к постклассической философии. Постклассическая философия. Или постклассическая парадигма. Она состояла в том, что, во-первых, отказываются от субъекта объектного отношения. Например, Хадиггер считает, что субъект объектной идеологии является чем-то ложным. Ну, например, отказ от субъекта объектной идеологии. Ну, это отказ от Хадиггера, да? Другие философы, такие, например, как Делес, ну, или там, психоанализ, они говорят о множественности субъектов. Множественности. То есть они не отказываются от самого субъекта объектного различия, они просто говорят, скорее, о множественности субъектов. А, Делес. Ну и третий, как бы, рассматривает уже незнание, предметом становится незнание, а предметом становится единичное. Единичное, уникальное. И у Хадиггера, допустим, это выражается в том, что его предметом исследовательства становится переживание. У Хадиггера даже бытие является переживанием. Ну, и об этом тоже делал доклад. Ну, наверное, я, может быть, не полностью отразил, в чем состоит переход классической философии к постклассическому, но на самом деле вот эти два существенных момента, они и наблюдаются. Их можно показать, каким образом трансформируется схема классической философии в схему постклассической философии, если так можно выразиться, в некую парадигму. И парадигма состоит в том, что теперь уже субъекты объекта различия не являются жестко фиксированными. У нас возникает, во-первых, множество субъектов, то есть подтачивается со стороны единственности субъекта познания, либо подтачивается со стороны вообще полностью идеологии. Ну и, соответственно, со стороны всеобщности. Парадигма классических парадигмы наставит на том, что всякое знание является чем-то всеобщим. Прежде всего на этом наставит Гегель. И как раз со стороны всеобщности возникает возражение, прежде всего, Ницше, Киркегора, Хадигера и прочих. Они начинают заниматься именно этим единичным. И вместо различий, которые есть, различия всеобщей, например, различия противоположностей, различия понятий, возникает представление о различии повторений. Ну и напоследок есть вот такая интересная проблема, как бы я ее заметил, надо бы как бы с ней как-то разобраться. Вот есть такая как бы проблема, которую можно было бы назвать ямой понимания. Но она связана с тем, что у нас существуют две системы, как я говорил. Наиболее подробная система языка, вот есть язык, естественный. У нее схема наиболее подробная. Подробная. И с позиции этой схемы, допустим, у нас есть нечто, что требуется понять. Будется понять. Таким, в качестве такого примера, ямы понимания, я, например, вижу науку логики Гиггеля. Вот есть науку логики Гиггеля. Сколько ее уже людей, сколько поколений ее пытается изучать. Кто-то считает, что он что-то там понимает, но фактически как бы каждый раз оказывается, что ее никто не понимает. И вот я хочу просто объяснить, в чем тут состоит яма понимания. Есть некая яма понимания в понимании науки логики. В чем у нас состоит? С одной стороны, мы науку логики легко вычитываем в естественном языке. То есть на самом деле она нам доступна. Мы берем ее и читаем. И когда мы ее читаем, у нас возникает некое, вроде бы, казалось бы, понимание, связанное с тем, что в естественном языке есть некая схема, мы к этой схеме как бы ее редуцируем. Саму науку логики как бы вычитываем. Вроде как у нас образуется как будто бы какое-то понимание. Но на самом деле, для того, чтобы понять схему, дело в том, что Гегель все-таки написал науку логики, у него была некая схема. Для того, чтобы эту схему понять, нужно некую схему больше решающей способности. Например, схемой естественного языка намеряется больше решающей способности. Поэтому мы, когда читаем, в естественном языке, нам как бы все понятно. Но реально мы должны выстроить некую осознаваемую схему. Это же формальная схема у Гегеля. Формальная схема. Схема. И для того, чтобы понять, что он сделал, нам нужно построить другую формальную схему. Большей разрешающей способности. То есть S2. И она такая, чтобы разрешающей способности этой схемы была больше разрешающей способности S1. И только в этом случае, когда мы втянем эту схему в схему большей разрешающей способности, мы сможем понять, причем она должна быть явной, явной схемой, как в логике, явной логической схемой. Логической схемой. Формальной. Но проблема состоит в том, что Гегель был настолько мощным логиком, настолько формалистом был, на самом деле, что до сих пор никому вот такую вот схему построить не удается. Вот просто не нашло человека после Гегеля, который бы мог построить схему большей разрешающей способности, чтобы понять, что же он такое здесь написал. И поэтому яма понимания в чем состоит. Получается, с одной стороны, мы читаем на естественном языке, и нам кажется все понятно, мы читаем, и вроде никаких затруднений не находим. Но когда мы пытаемся построить схему, нам ничего не удается сделать. Вот это я называю ямой понимания, когда мы не можем втиснуться между двумя схемами. Схемой, которой построил автор произведения, в данном случае Гегель, и схемой естественного языка. Нам нужно было бы построить эту схему в большей части, но мы этого сделать не можем. Вот бывает вот такая проблема, связанная с схемой понимания. В связи с проблемой понимания возникают некоторые новые элементы того, что касается философии сознания. Давайте с этим немножко разберемся. Я как бы сделал только маленькое сообщение, потому что это требует дальнейшей разработки. Тема эта достаточно сложная. Получается, что структура сознания выглядит достаточно сложно. Но прежде всего давайте разберемся с такой проблемой. Дело в том, что есть наше Я. И каждый из нас понимает, Я является некий указатель на самого себя. Каждый из нас понимает, что это означает. Но возникает проблема следующего свойства. Дело в том, что для того, чтобы в нашем внутреннем опыте была возможность, существовала такая возможность, как внутреннее проживание времени, для того, чтобы была возможность внутреннего проживания времени, и для того, чтобы, когда мы проживаем время, мы не уходили, нас этот опыт не захватывал, мы не исчезали, мы не оказывались полностью ушедшим в этот опыт. А для того, чтобы этот опыт как бы совершался параллельно параллельно нашему самоощущению Я необходимо, для этого необходимо присутствие некоторой системы отчета, относительно которого это проживание осуществляется. Это связано, это можно пояснить на примере того, как осуществляется всякое движение. Для того, чтобы было возможно движение, необходимо, чтобы с одной стороны существовало нечто, что стоит, некая система отчета. Система отчета нужна не для того, чтобы мерить это движение, а для того, чтобы мы понимали на самом деле, что для того, чтобы что-то двигалось, надо, чтобы что-то стояло. Если нет ничего, то, что стоит, тогда мы вместе, тогда движения как бы нет, потому что мы вместе с этим движением просто исчезаем в потоке. Для того, чтобы мы, когда мы осуществляем некое внутреннее, когда в нас осуществляется некое внутреннее проживание, для того, чтобы мы с этим проживанием не сказали, для того, чтобы это проживание было как бы для нас, да, то, что совершалось бы в нас для нас. Для того, чтобы надо что-то стояло, и тогда относительно этого стоящего во времени, да, стоит во времени, время стоит во времени. Тогда относительно этого стоящего во времени, чего-то, да, так все остальное двигалось бы, вот если взять, ну и можно просто это пояснить на примере, можно это пояснить на примере пространственного движения, да, вот если мы в пространстве, нечто движется, да, для того, чтобы мы это движение могли наблюдать, мы должны как бы встать и стоять, если вот мы стоим, да, в пространстве, пространстве, то это относительно нас остальное движется, если есть нечто движущее, то оно движется, потому что мы стоим, но если мы будем вместе двигаться вместе с этим движением, да, если мы с равной же скоростью, например, скорость V, да, если мы с равной скоростью будем двигаться относительно чего-то движущегося мимо нас, то это то, с чем мы движемся одновременно, оно будет стоять. И поэтому я и говорю, что для того, чтобы внутреннее проживание времени было возможно, и для того, чтобы мы не увлекались этим проживанием, и чтобы оно вообще было в нас, надо необходимо, чтобы что-то стояло во времени. Так вот, этим то, что стоит во времени, является сознание. Сознание, если исходить из внутреннего опыта. Конечно же, если брать этот разговор с внешней позиции, сознание представляет собой нечто внутри человека. Человек движется во времени, поэтому сознание вместе с человеком движется во времени. То есть, если исходить из постановки вопроса внутренней, если исходить из сознания, то сознание стоит во времени. Во времени. Теперь у нас получается, что сознание находится вне времени. Оно в нем стоит. Относительно настоящего времени сознания все остальное движется. Вот некие процессы, которые происходят в нашем теле, процессы связаны с эмоциями, переживаниями, просто какие-то проживания. Многочисленные какие-то процессы, они движутся во времени. Потому что сознание стоит, и поскольку оно стоит, все остальное движется. И получается, что для того, чтобы существовало это проживание во времени, необходимо сознание. То есть, получается, субъект должен выглядеть следующим образом. Он с одной стороны должен покоиться на сознании, а с другой стороны опираться на проживание. То есть, он должен представлять собой такой диполь. Диполь, да? Что с одной стороны свое, он должен быть сознанием, потому что он должен как бы не увлекаться этим движением. То есть, не увлекаться в том смысле, что не быть запасченным этим движением так, чтобы исчезать в этом потоке. Хотя, на самом деле, если переживания оказываются очень сильными, какие-нибудь там, катастрофически сильными, да, то мы как бы сознание вообще темнеет, да? Полностью увлекаемся этим проживанием и уходим там. Теряем сознание, можно так сказать, да, когда переживание слишком сильное. Ну, в нормальном состоянии я связь с сознанием не теряю, и вот оно, сохраняя связь с сознанием, может относительно сознания проживать и не увлекаться всеми этими переживаниями и эмоциями, да? Они как бы двигаются относительно сознания, за которое я как бы держится, поскольку сознание входит в мне времени. И вот это одна функция сознания. То есть, сознание обеспечивает я, внутри я, вот такую функцию, как внутреннее проживание времени. Это внутреннее проживание времени существенно для того, чтобы мы могли соотноситься с такой характеристикой мира, как временность. С другой стороны, как я показал в докладах, посвященных пониманию, да, сознание играет огромную роль в понимании. То есть, первое, я написал, что сознание играет роль в конституировании такой вещи, как внутреннее проживание времени, ну или, как говорится в фенологии, внутреннее сознание времени, да, сознание времени, времени, потому что внутреннее сознание времени только потому и возможно, что сознание остается само себе равным, да, а относительно этого сознания движется нечто в нашем теле, да, некие эмоции, проживания, переживания. Это первое. А вторая функция сознания состоит в том, что она обеспечивает понимание. Почему она обеспечивает понимание? Понимание, как я уже говорил, есть некая редукция. Редукция пространственно-временных характеристик, характеристик объектов, предметов, предметов, да, характеристикам пространственных, схеме. Ну, мы это много обсуждали, я на двух докладах это обсуждал. Но и эта редукция, на самом деле, является чем-то случайным, да, как если бы просто мы время не понимали, а понимали пространство. На самом деле это связано с тем, как работает сознание. В сознании есть нечто пространственное, поскольку оно вне времени, да, то оно, а как оно остается равным самому себя? Оно как бы закреплено с пространством, да, сознание нечто пространственное. Нечто пространственное. Но не в том смысле, что сознание является характеристикой пространства. Скорее просто сознание представляет собой некую структуру, да, вот некое развлечение, как я говорил. Внутри сознания можно различить, взять объект как целостность, да, во всех своих моментах. Ну, давайте это как бы подробно опишем. Что дает нам сознание? Почему? Я уже много раз говорил о том, что сознание является пониманием, является, если брать кантовскую схему способностью суждения, да, и эта способность суждения обеспечивает нам дальнейшее движение от содержания восприятия к знаниям, которые даны в мышлении, ну, в рассудке. Что нам дает сознание? Почему сознание через понимание, понимание, что делает? Во-первых, оно берет объект сразу, сразу, целиком, да, во всех своих моментах. Это и есть то, что мы говорили в схеме, да, вот схема представляет, как бы, вот объект сразу данный, вот как нарисованная на этой доске, да, вот он сразу дан. И мы можем, и это, и раз поскольку он сразу дан, то мы можем им оперировать. А раз мы можем им оперировать, то отсюда возможна дальнейшая символизация, символизация и, как бы, категоризация. И третье. В сознании есть способ, каким вообще существуют схемы, да, оно есть нечто пространственное. И тем самым, как бы, благодаря тому, что оно является нечто пространственное, мы вообще можем фиксировать такие вещи, как схемы. Фиксировать схемы. Схемы в пространстве. Вот можно поставить такой опыт, представим себе, что вот это вот сознание, ну, как бы я, да, и вот оно открыто в миру, да, оно видит некий горизонт. Вот горизонт. То, что оно видит, горизонт. И вот в этом горизонте какие-то объекты, вот они там, на его горизонте там появляются, да, и двигаются. Для того, чтобы понять, что значит, что сознание прямо является чем-то пространственным, и, как я говорю, сознание спроектировано на мир, да, оно в каком смысле спроектировано, оно просто, как бы, наложено на пространственные характеристики самого мира, оно является чем-то пространственным и само спроектировано на мир, как некое пространство. Вот, допустим, мы берем и можем перед собой поставить просто стеклянную, допустим, посмотреть в окно. Мы смотрим через окно, поставим перед собой нечто стеклянное, какую-то стеклянную доску. И на этой доске сквозь стекло мы видим очертания объектов, которые наблюдаются в горизонте. И вот отмечаем их здесь, прямо на этой доске. Вот мы там один, второй, третий, вот они все. На самом деле, то, что я нарисовал, если теперь эту доску развернуть, да, развернуть к нам лицо, вот наши как бы нарисованные очертания объектов. На самом деле, мы уже здесь тем самым, прямо в самом опыте, да, в самом опыте лицезрения, в самом опыте открытости, это опыт открытости, мы уже в самом опыте видим саму схему. То есть, я почему предложил поставить здесь стекло? Для того, чтобы понять, что уже в самом опыте восприятия, просто в самом опыте открытия, уже присутствует схема, да, потому что, когда мы вот так вот на стекле чертим очертания каких-то объектов, то мы можем говорить о том, что между ними какие-то расстояния, они как-то себя ведут, допустим, по каким-то движутся траекториям, да, там. Они как-то, например, сталкиваются или как-то связаны. Иначе говоря, уже многообразие различий, да, и многообразие их отношений, и то, что называется схема, да, уже присутствует прямо в самом восприятии. То есть, мы всегда как думаем, что схема находится как-то где-то там в голове человека, да, она как-то мыслится? На самом деле нет, схема уже присутствует прямо в самом, в самой открытости сознания. Сознание уже открыто, и прямо внутри сознания присутствует эта схема. Она как бы есть те самые, вот как у меня есть очки, вот эти очки, вот они уже вот здесь есть. И для этого достаточно проделать просто простой опыт. Поставить перед лицом это стеклянное, нечто стеклянное какое-то, стеклянное, смотреть через стеклянное окно или через стеклянную дверь, и на самом этом стекле просто чертить очертание отдаленных предметов и прямо на самом этом стекле разбирать, что происходит вдалеке, допустим, как эти объекты ведут друг к другу. То есть, иначе говоря, сам схематизм, о котором я говорил, который участвует в понимании, он не есть нечто произвольное и случайное, так что нечто придуманное. Он и есть просто на самом деле необходимая структура самого сознания. Само сознание схематично, оно вот, оно вот, оно так и работает. Уже в самом своем открытости сознание уже есть нечто, что спроектировано на мир. Вот она, вот эта схема, вот она присутствует в любом его моменте. Мы уже живем в схематической некой реальности. Живем в том смысле, что в этой реальности мы сознаем. И можно либо отрефлектировать эту схему, на которую мы на мир смотрим. Вот любой из нас является таким я, который так вот открыто на мир, и который смотрит на мир через некоторую схему. Схема эта всегда есть, да? Эта схема, если брать самую, как я говорил, схему с самой высокой разрешающей способностью, самую богатую схему, это схема языка. Там мы всегда смотрим на мир через язык. Мы, конечно, видим, конечно, объекты, да? Но на самом деле с этими объектами мы имеем соприкосновение только через язык, через схему. Мы можем строить свои какие-то другие схемы, которые имеют большую... На самом деле, вот эта схема языка, она находится прямо, ну, как бы, если можно так выразиться, прямо у самих объектов, да? Она как бы почти, эта схема языка почти спроектирована на сами объекты. И, в общем, между объектами и схемой языка очень трудно поставить, сонести различия. Еще ближе вот сюда, к нам, да, тем схема является более абстрактной и абстрактной. И некоторые схемы мы можем осознавать и рефлектировать, потому что они просто простые, да? А некоторые схемы, как схемы языка, мы ничего с ними сделать не можем, отрефлектировать их не можем. Мы просто в ней живем и все. Мы понимаем разницу между языком, конечно, и тем, что язык выражает. Но, тем не менее, ничего с этим сделать не можем. Мы не можем стать между языком и тем, что представляет собой мир. Более того, на самом деле, мир уже структурирован для нас. То есть, структурирован в некотором порядке. И боюсь, что этот порядок, на самом деле, так или иначе, связан с тем порядком, который существует также и в языке. Вот такое понимание сознания на сегодняшний момент. То есть, сознание представляет собой достаточно сложную структуру. И оно, как я говорил, играет две ключевые функции существенные. Во-первых, обеспечивает нам внутреннее проживание времени или внутреннее сознание времени. А с другой стороны, она является основой того, что называется понимание. Причем она является основой в существенном плане. Просто она и есть, собственно, то, что понимает. Почему? Потому что сознание – это и есть пространственное. Само сознание – это и есть основа любой схемы. Теперь можно к этому вопросу также отнестись с позиции нефилософской, с позиции эволюционной. Представим себе, что в мире есть некое нерасчлененное вместилище. Вместилище. Нерасчлененное. И какому-то субъекту, допустим, это человек, надо в этом мире сориентироваться. Каким образом он должен в этом мире ориентироваться? Он должен так приспособиться в этом мире и приобрести такие навыки и способности, чтобы мочь в этом мире действовать успешно. В этом вместилище существуют две характеристики – это пространственность и временность. О том, что эти две характеристики существуют, мы знаем сейчас, после того, как эти характеристики мы уже отрефлектировали и поняли, что они существуют. Допустим, субъект об этом не знает, но для того, чтобы сориентироваться, этот субъект должен что-то предпринимать. Ну, прошла какая-то эволюция. И субъект приспособился, приспособил в себе способность, с одной стороны, фиксировать пространство, с другой временность. Как он фиксирует пространство? Пространство он фиксирует с помощью сознания. Потому что сознание, как я уже говорил, стоит во времени. А временность он фиксирует с помощью проживания. Проживание. Причем это проживание существенно с позиции того, что сознание стоит во времени, а проживание движется. Сознание, проживание движется во времени относительно сознания. Иначе говоря, существо должно было приспособиться к двух характеристикам. Каким-то образом выработать некий способ проживать время. И это существенно, чтобы в этом времени ориентироваться. Если бы у нас не было способа проживания времени, как мы могли бы понять, что такое время? И выработать некую способность, чтобы соотноситься с пространством. Такой пространственной характеристикой является сознание, а временной характеристикой является проживание. Причем это проживание опирается, как я уже говорил, на то, что сознание стоит во времени. Вот такое некий завершение, связанное с этим, с пониманием, каким образом, с биологической точки зрения, почему вообще выработалась у нас такая вещь, как сознание. Спасибо. Продолжение следует...